Вступил в силу очередной блок поправок в закон об ОСАГО. Помимо того, что изменился порядок получения выплат от страховых компаний, теперь максимальный износ автомобиля не может превышать 50%. А страховые компании не смогут отказывать клиентам в заключении договора страхования. В противном случае им придется оплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Однако, пока это никого не останавливает. Почему страховщики создают искусственный дефицит бланков для страхования, чем им это выгодно и что делать в этой ситуации простым водителям, выясняла Ксения Тойчкина. Эта история началась около года назад. Именно тогда страховые компании придумали схему, по которой можно с легкостью сдирать со своих клиентов завышенную цену за оформление полиса ОСАГО. За 2014 год в управление Роспотребнадзора обратилось около 200 амичей. 74 автовладельца подали жалобы в суд. Схема проста. Сначала клиенту сообщается о том, что в компании нет бланков и когда они придут, никто точно не знает. Тут же выдвигается прекрасная с точки зрения страховщика альтернатива. Автомобилисту предлагается пакет услуг, в который помимо заветного полиса ОСАГО входят еще в одних случаях страхования жизни и здоровья, в других имущества, а в третьих есть даже возможность застраховать себя от укуса энцефалитного клеща. И такое бывает. Естественно, стоимость из-за этих услуг увеличивается в несколько раз. Так случилось и с Дмитрием Валитовым. Объяснение было коротким. Сказали, что сейчас так везде принято. То есть мне прямым текстом было сказано, что альтернативы вы не найдете, другого варианта просто нет. Однако поддаваться провокации и верить на слово Дмитрий не стал. Он начал искать другие варианты. Объехал несколько страховых компаний, но ситуация везде была аналогичная. В конце концов, мужчина отправился в район и оформил полис по месту прописки. Вот полис, который мне выписали уже в районе. Здесь указана цена 1960 рублей. То есть со страхованием жизни мне предлагали цену более 4000. Получается, то есть вот такая экономия получилась. Но такой выход из положения возможен лишь для тех, кто прописан в районах области. Что же делать тем, кто зарегистрирован по месту жительства в самом городе? Неужели переплачивать в несколько раз? Этим же вопросом задалась Евгения Щекачева. У девушки заканчивается срок действия полиса страхования. Наслышанная от друзей и знакомых о непростой ситуации, на первую консультацию пригласила съемочную группу нашей телерадиокомпании. Стать свидетелем ее первого похода в страховую компанию. Результаты нас не порадовали. С чем я столкнулась по факту в офисе? С тем, что в наличии полисов не оказалось. Их офис продает страховку за 4500. Если у них в понедельник, мне кажется, полисов по факту, то, естественно, за руль я сесть не смогу. Меня перенаправят в другой офис. И в другом офисе могут быть, по их словам, абсолютно другие условия. На чем это основывается, непонятно. И как утверждают в обществе защиты прав потребителей, такими сказками кормят многих водителей. Что касается отсутствия полисов, то это тоже, так сказать, выдумка страховщика. На самом деле, типография госзнака, к которым неоднократно мы, в том числе, обращались с просьбой разъяснить, почему же типография госзнака не обеспечивает страховые компании полисами. Типография отвечает, что полисы отгружаются своевременно и в полном объеме. То есть никакого дефицита, так сказать, естественно, полисов нет. Это искусственно создаваемый дефицит для того, чтобы повысить стоимость полиса и собрать со страхователей можно больше денег. Между тем, у страховых компаний свой взгляд на проблему. За 10-11 лет стоимость одной и той же запчасти выросла прилично. Стоимость норма часа работы выросла прилично. Стоимость краски материалов выросла прилично. А базовый тариф у нас не меняется. Все это привело к тому, что на рынке ОСАГО в России возник кризис. Плюс к этому еще то самое решение Верховного суда, плюс к этому распространение закон о защите прав потребителей. Все это привело к тому, что страховые компании попали в очень жесткие условия, при которых некоторые компании, продавая, скажем, полис за 3,500, 100% по этому полису получат убыток в 4 тысячи. Сейчас Центробанк пересматривает тарифы на заключение полиса ОСАГО. И таким поведением страховые компании пытаются показать необходимость повышения цены. Между тем, такая позиция нарушает действующее законодательство. В частности, 16-ю статью закона о защите прав потребителей, по которой обуславливать приобретение одной услуги при покупке другой, незаконно. Нужно обращаться к юристам, к специалистам, которые знают и разбираются в этом, писать претензию, обращаться в суд с этим и продолжать дальше действия, потому что это незаконно, то есть они не имеют права это делать. Главный совет, прежде чем идти в страховую компанию, вооружитесь диктофоном, скрытой камерой или, на крайний случай, парой свидетелей. Тогда доказать свою правоту в суде будет намного проще. Ксения Тойчкина, Александр Филиппов и Артем Колесников. Антенна 7.